всем привет мои дорогие друзья уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала с вами df и у нас обзор обновления апдейт 1.181.0 мажор big optimization multi-traded physics and more если учесть что нам обещали лод объекты деревьев привет инженеры сегодняшний мажорный выпуск является одним из самых главных который принес вам некоторые из самых больших оптимизаций в истории игры например 16 игроков и 16 красных судов многопользовательский сценарий работал на скорости sim 025 перед оптимизацией и теперь он работает в 1.0 вот я все утро потратил с 6 утра до 12 чтобы найти сервер который хоть как-нибудь работал в 1.0 я его еле-еле нашел верхний левый угол вы можете наблюдать там sim speed и мы с вами конечно посмотрим мы проверим все ли так у нас радужно мы достигли этого уменьшив количество блоков за кадры уменьшив вычисления в мире по каждому кадру и включив многопользовательскую физику команда по-прежнему планирует продолжить дальнейшую оптимизацию в таких областях как столкновение судов взрывы время загрузки планеты и использование памяти и многое другое кроме того мы рады сообщить что многопользовательский код синхронизации был оптимизирован это вот это я их не читают они уже четвертый раз пишут двигаясь дальше есть кучи улучшений камеры в том числе гораздо лучшее поведение камеры третьего лица с творениями у которых есть под сети при первом повороте камера вокруг основной сетки меньше привязывается космонавту ну что ж давайте посмотрим пока что что у нас sim speed вот как-то так пики все равно есть дичайшие всего лишь три человека на сервере заходил как видите сейчас sim speed 080 09 убираем все это недоразумение ну что ж попробуем поиграть побегать попрыгать вот здесь у меня сделано вот такая вот машинка она естественно с внешней сеткой тут поршень мы на сервере еще раз повторяю поршень и попробуем поездить управляемость нулевая если честно друзья мои вот прямо едешь его тянет влево вот это вот я сейчас жму вперед вот я еду боком как порядочный карабик в калабике я уже молчу про то как себя ведет поршень вот мы его начинаем поднимать ну уже лучше чем было при том что у нас 7 спит 10 ну как видите вот как-то так это совершенно никуда не управлябельно и самое главное когда он останавливается он все время будет вам чпонька 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 чпонькать еще раз чпонькать и чпонькать то есть повернуть на нем невозможно я уже видел как тут корабли и рывками летают взрываются бьются и вот сейчас был то что еще и пинг скаканул это самый лучший сервер который я нашел на котором все также не работает давайте это выключу все также адекватно не работают ни колеса не поршни и ничего остального нет повернуть просто невозможно хоть как вот будем поворачивать гироскопом про него я забыл вот с гироскопом еще как-то это возможно но как видите sim speed стремится к 1.0 но в большинстве серверов на которых я пытался играть sim speed все-таки 0.7 0.6 как говорят выросла всего лишь на 0.2 чуть выше чуть меньше когда-то было совсем хорошо изначально ну а потом стало уже намного хуже на мой взгляд не сильно это все играбельно особенно если начать что-то строить надо бывает прям дикие паралаги если чё-то попробуем после вот пожалуйста смотрите и это именно не мой фпс а именно почему здесь sim speed привязан к фпс это совершенно не понять вот прям рандом все вот видите 7 кадров в секунду хотя у меня все шикарно отсоединяюсь все нормально фантастика друзья мои ну что ж посмотрим дальше что у нас еще на обновляли сейчас я стану поудобней на такую быстро испеченную машинку вот кстати вот нам еще два бага приехала вот это вот бешенейшие просто опять блики на прожекторах которые прожекторы иногда если смотришь налево отключаются ну и естественно изуродовали цвет худо в левом нижнем углу углу который показывает скорость теперь дальтоник вообще не отличит когда у вас газ полный а когда у вас газ не полный в общем это из того что нам сломали вот опять была просадка ну что ж читаем дальше а пока наслаждаемся графиками и пиками двигаясь дальше есть кучу улучшений камера да кстати как вы обратили влаги вот видите пишут так двигаясь дальше улучшение камеры камера прекрасно себя ведет пятерка за камеру однозначно также у нас есть новые технологии рендеринга стекла который означает что окна больше не будут светиться в темноте и выглядят более реалистично помимо всего прочего в этом обновлении имеется огромное количество исправления ошибок шесть строчек исправление сбоев и общих улучшений в этом обновлении поэтому благодарим вас за терпение с некоторыми из этих проблем также важное для модеров из-за оптимизации многих блоков некоторые стали блоки из модов будут нуждаться в обновлении смотри раздел форума ссылочка будет в группе вконтакте естественно так среди многих изменений на этой неделе мы добавили асинхронное создание объектов мод api который позволит моду как сервер link работать намного быстрее этот выпуск был тщательно протестирован но поскольку в коде было так много изменений мы особо благодарны что вы сообщите о найденных ошибках хотя многие из вас это уже делают да я посмотрел там уже целая страница багов и ошибок давайте уберу вот это недоразумение и покажу вам все таки стекла которые нам профиксили так поехали с правдами неправдами вот корабли летают примерно также сейчас и как видите камера никаких вообще проблем не наблюдает что у меня внешняя сетка вот с камерой молодцы камеру однозначно лайк за камеру ну а тут вот вакхана на ли так выключаем турельку потому что мне тут уже пыталась пытались кто-то помешать и вот как слышите вот пшик 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 и больше не мужик обесточиваем он такой своей жизнью живет и что же давайте посмотрим что у нас со стеклами стекла сделаны и сделаны стекла довольно таки хорошо стекла нравится но внутри теперь да они не светятся совершенно но внутри вот немножко грязи на них есть но практически не видно и когда в этом мире начал я полчаса искал выход отсюда потом до меня дошло что здесь стекла нет а я кого-то ну лбом в общем в общем со стеклами у нас все нормально и как видите много человек бегает и у всех все шикарно но вот это мне наверное кинули гидроген ботал но я обойдусь меня есть как видите стекла достали стекла приятнее намного и вот такие вот строится корабли и народ пытается играть что еще сказать все пытаются играть но давайте все-таки дочитаем что у нас еще есть вот здесь вот в укромном уголке опа вот это вот был пролок конечно жесткий сейчас но строить можно строить можно и играть в принципе можно но я еще пока не отваживаюсь так как это самый лучший сервер что нового реализована оптимизация плюс многопоточная физика хавок теперь хавок у нас обсчитывается в многопоточный реализован стеклянный шейдер с отражениями это к стеклам относится исправление исправлены различные проблемы с камерой первого и третьего лица молодцы пятерка исправлены различные проблемы с настройкой в многопользовательском режиме фикс эффектов прожектора да теперь я не прям вообще больные стали эффект прожектора удалена избыточной геометрии из четвертой миссии в компании фикс сбой при использовании антенной в программном блоке использование вещания в программном блоке так ну и у нас отломали цвета худ это вы уже видели что-то грешат на гатлинге то ли они не стреляют то ли они стреляют не туда и также при вставке каких-то проектов у роторов появляется смещение на четыре с половиной сантиметра поэтому это может изуродовать вставленный ваш проект это вот багов там целая страница друзья мои я просто офигел когда зашел вот именно на эту версию но что ж в принципе я считаю обновление нормальная но вот такие вот бывают конечно вещи но в основном игра происходит на симспиде 075 от как бы идеала очень сильно далеко control h это вызывание вот этой вот штуки и как видите то пинг то симспид с ума сходит однозначно а еще мне очень понравилось как он с этим когда пролагивает сам чар когда пинг скачет как он вот с этой горелкой делает такие интересные движения и прям аж очень сильно понравилось ну что ж мои дорогие друзья уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала всем спасибо за просмотр подписывайтесь кто не подписан будет еще много всего интересного естественно текстовую версию я выложу в группу вконтакте подписывайтесь и на группу вконтакте ставьте лайки все-таки я старался и очень долго искал для вас сервер на котором хоть что-то можно снять но всем вам повыше fps поменьше багов чтобы не дергала не подпрыгивала поменьше багов и всего самого наилучшего но с вами как всегда дайв всем приятной игры всем до новых встреч всем пока пока